Утро столицы Казахстана, которая прошла накануне В нашей столице Судя и просматривая все новостные сюжеты Можно вычерпать, что прошла встреча В достаточно дружной обстановке, доброй атмосфере И вы разделяете точку зрения Да, конечно, и прибавляю еще слово Деловой, деловой и энергичный Потому что Ассамблея была юбилейная, как вы знаете Нам 10 лет Ассамблеи И 10 лет мы встречаемся Мы уже знаем друг друга И председателем Ассамблеи вы тоже знаете Что является сам президент Нашего государства И то, что случилось На этой ассамблее Наверное, мы ощутим это До конца После того, как мы разъедемся по домам Потому что То, что нам сказали То, что мы ощутили Это со временем всегда проходит Должно пройти время А какие главные аспекты были затронуты На прошедшей ассамблее? Ну, ассамблея Раз была юбилейная То подвели, естественно, итоги работы 10 лет И это, конечно, положительно Наше государство не имеет Ни одного межэтнического конфликта Это уже здорово И наметила планы на будущую работу По плану в громадье Ассамблея должна сейчас заниматься Не только развитием культурных центров Но и соединением работы конфессий И культурных центров Помогать в экономической жизни Нашего государства И еще на следующий год Важная веха Это год России в Казахстане Вот это то маленькое Что я могла сказать вам сейчас А так очень много интересного Быть может, повлияло то, что в сентябре Прошел съезд мировых религий В Астане Может быть, это дало большой толчок На то, чтобы Как-то вот вновь вдохновить Ассамблею На поступки такие Мне кажется, не только толчок Это большое представительство конфессий Встречи конфессий в нашем государстве Это новую окраску для нашей работы дало Это дало больше зону деятельности Для работы Ассамблеи народов Казахстана Коль, мы заговорили о том, что у нас все спокойно Действительно в Казахстане Слава Богу, что все хорошо А вы возглавляете Одно из средств массовой информации В южном регионе страны Можно сказать так И как в Шамкенте происходят дела? Как вот там с государственным языком? И вот нету ли каких-то трений? Вы знаете, наверное, о том, что наша область Ведет дело производства на государственном языке Я думаю, что то, что государственный язык Стал деловым Это подталкивает всех остальных Те, кто занимается Работает на госслужбе Тоже заниматься языком Совершенствовать его Да, у нас большинство населения Это коренное население И мы, думаю, что соответствуем тому времени И тому закону, который у нас существует В средствах массовой информации Наше телевидение работает 50 на 50 И мало того, мы еще говорим на третьем языке А третьим языком эта лицензия у нас выдана На узбекском языке Здорово Да Распространение на Узбекистан? Нет, у нас очень большая диаспора Живет у своих узбеков У нас большой культурный центр У нас даже есть свой узбекский театр Здорово Коль мы коснулись средств массовой информации Можно и коснуться, впрочем, и закона о средствах массовой информации Законопроекта, который сейчас бурно обсуждается Скажем, о жилисе парламента Республики Казахстан Могли бы тоже свою точку зрения насчет этого выразить? Ну, свою точку зрения Мы уже ее выражали в письмах, записках к министерству Своим депутатам Конечно, я думаю, что для такой ранней утренней беседы всего не скажешь Но очень много того, что не должно было быть в новом законе И сложно будет работать журналистом с новым законом Я не понимаю, как мы можем снимать официальные заседания И потом спрашивать разрешение, чтобы выйти в эфир, показать того или другого чиновника Это очень сложно В законе не очень ясно было отношение между редакцией и учредителями Тоже довольно много непонятного было Даже наименование учредителя, редакция, собственник Не знаю, может быть, в последние поправки что-то внесли, пока мы ездили Я знаю, что вчера обсуждался закон уже в Можилисе И какие-то коррективы прошли Об этом я, наверное, приеду и узнаю, прочитаю Но думаю, что у нас есть наше министерство У нас есть Сенат У нас есть мажористмены, которые знают о том, что журналисты Это не только, как мы считаем, оппозиционерами Это те люди, которые могут помочь государству Со всеми новыми идеями, с новыми делами Донести их И поэтому мы делаем все одно дело А предложения свои выдвигали какие-нибудь? Ну, я вот выдвигала, у нас была мозговая такая атака этого закона И многие собирались у себя в Чемкенте И выдвигали не только я одна А у нас очень сильный корпус журналистов И поэтому совместно мы писали Вы спросили ранее меня о том, как у нас в Чемкенте с отношениями Как может быть в соотношении, когда у нас 22 культурных центра на сегодняшний день У нас 108 национальностей живет в нашей области Мы гордимся при двухмиллионном населении Что мы сохраняем культуру тех народов, которые у нас живут Просто прекрасно все, отлично Мы, я думаю, что очень теплые, хорошие отношения Даже Новый год центр встречает все вместе Здорово Хочется еще один вопрос спросить Я знаю, что ваш телеканал очень тесно сотрудничает, скажем, с местными властями То есть есть проекты, которые плодотворно воплощаются в реальность Плодотворно живут Тендеры, да, по-моему, были? Да, у нас были тендеры, мы их выигрывали И у нас есть очень интересный проект, который нас поддерживает фонд Евразия Который делается совместно с городской и областной администрацией Это единственный, наверное, проект на всю республику Это называется «Открытый бюджет» Где задача наша, чтобы каждый житель нашей области, нашего города знал, на что идут бюджетные деньги На что он имеет право в медицине, на что он право имеет в образовании То есть мы заканчиваем этот проект в феврале Как бы вместе со всем населением в эфире Мы обсуждаем новые цифры, которые появились у нас в новом бюджете на 2004 год А у вас нету или планов? Я знаю, что телеканал «Утра» в Шумкенске У нас большая традиция, скажем, порядка 10 лет, по-моему Да, 11 уже А здорово! Не планировали ли выйти на республиканский уровень? Пока мы планируем выйти на область Это для нас очень важно, выйти на область, а не на республику На республику есть у нас много каналов, которые выходят Мы хотим, чтобы нас слышали и видели в области нашей родной Здорово! Еще раз, уважаемые телезрители, напомню, что у нас в гостях Генеральный директор телекомпании «Утра» в городе Чемкент Куликова Валентина Куприяновна И я вижу действительно обаятельную женщину с веселым энтузиазмом И вот у меня сразу вопрос Я вижу орден Да За что и что он означает? Орден — это курмит Я счастлива, я просто счастлива от того, что я была награждена Указом президента к 16 декабря мне вручили в день независимости нашего государства За вклад в развитие нашего доблестного государства Сердечно поздравляем вас с орденом за то, что действительно вносите вклад в развитие нашей республики С наступающим 2004 годом и ваше пожелание зрителям нашего телеканала Зрителям канала я желаю благополучия Я желаю здоровья Я желаю, чтобы ваши достарханы всегда были полны Чтобы вы больше улыбались А чтобы вам, ваши дети, приносили только отличные новости в дом Еще раз с Новым Годом! Привет большой из Южно-Казахстанской области, город Шимкент Спасибо вам большое Конечно же вам крепкого здоровья, успехов творческих И, конечно же, крепкого-крепкого здоровья Спасибо вам Мы не прощаемся с вами, уважаемые телезрители Мы продолжаем программу «Утро столицы» Субтитры создавал DimaTorzok